Мужский понедельник Потому что тут в последнее время очень много поводов В том числе и с аэропортом связано И все мы понимаем, наверное, его заявление О том, что Победилово никогда, собственно Не выйдет в прибыль Всегда ему оставаться убыточным Но поговорим в том числе и о развитии кировской авиации После 12.05 В том числе и об авиации, но не только Министерство транспорта Это еще и наземный транспорт, безусловно И воздушный О планах на грядущий год как раз таки и по беседам В первом части у нас такая очень непростая тема Мы сегодня будем разбираться О том, что же происходит в конце концов В современном образовании Ровно неделю назад, напомним Трагедия в Перми случилась Всколыхнувшая всю страну Когда двое подростков С ножами поранили 15 человек, полтора десятка Потом в одной из сел Челябинской области Буквально на следующей неделе Послучился похожий инцидент Когда на перемене сообщают СМИ Один из школьников тоже ножом поранил второго У них там какой-то, видимо, затяжной конфликт был Потом в Бурятии произошло Буквально в конце недели, по-моему, в пятницу В Алан-Удэ, в поселке Созновый Бор Девятиклассник сообщает СМИ напал на семиклассников С топором и с коктейлем Молотова В итоге тоже пострадавших несколько У одной из девочек отрубленные пальцы СМИ сообщили, что пришили, все нормально В общем, давайте поразмышляем Что же такое происходит Безусловно, что-то делать надо Что-то предпринимать надо Так просто на тормозах это все дело спускать нельзя Давайте представляем наших гостей Николай У нас сегодня в гостях Такая представительная довольно-таки делегация Разносторонняя, я бы сказал Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев, партнер Наталья Александровна, добрый день Добрый день Адвокат к тому же Да, да, да И как бы другая сторона, как на любом процессе Да, это Антон Чернов, заместитель руководителя отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области Антон Васильевич, добрый день Здравствуйте Добрый день Ну и человек, без которого, мне кажется, об образовании в Кировской области Как бы и говорить-то нельзя Который почти три десятка лет возглавлял областную систему образования Да, 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 это Анатолий Чурин Сейчас это депутат законодательного собрания Ну, а раньше, так сказать, глава и департамента, и министерства Ну, там все уже было, да, и управление Управление еще было, по-моему, раньше Было облано, управление, департамент, все было То есть министерства только не было еще Ну, ладно Анатолий Михайлович, тоже добрый день Добрый день Добрый день Итак, да, вкратце уже осветил произошедшее Давайте все-таки Следственное управление, да, послушаем позицию Что с точки зрения закона, что грозит Ну, вот, давайте начнем со случая в Перми все-таки Антон Васильевич Ну, наверное, я скажу более общо Потому что случай в Перми получается один из трех Из числа последних случившихся Ну, если вы имеете в виду, по поводу грозит Что предусматривает Уголовный кодекс Какую ответственность за совершеннолетие Все несовершеннолетние, собственно, да, они все Ну, насколько я знаю, один совершеннолетний в Перми А второй несовершеннолетний Да, он уже не ученик той школы Бывший ученик той школы А сейчас школу заканчивают уже Восемнадцать лет, да, как раз Ну, давайте говорить про несовершеннолетних Во-первых, несовершеннолетних Наверное, в большей степени этот вопрос Нужно адресовать как раз адвокату Да, я хотела коллеге помочь Ну, скажу вам сразу, что больше десяти лет Если говорить об ответственности То больше десяти лет Несовершеннолетние лица, совершившие преступление Они у нас не могут нести ответственность В размере большим десяти лет лишения свободы Во-первых Во-вторых Квалификация преступлений разная, может быть В данных происшествий Я не знаю, какая она будет итоговая В настоящее время Нужно изучить все детали Конечно, вникнуть, понять Ну, а это главная позиция по покушению Все-таки Ну, я говорю, это зависит от следственного органа Нужно в ситуации глубоко разбираться К сожалению Или, к счастью, наверное, даже Уголовное дело не у нас находится Не в следственном органе Конечно, это будет все-таки к счастью Скорее Да, к счастью Вот И я в детали могу не знать Каких-то определенных Поскольку не изучал ни дела Ни обстоятельства Этого преступления Но, тем не менее, скажу, что В принципе, оценивается всегда В большей степени В большем количестве случаев По последствиям То есть, вот какие последствия были Наступили в результате их действий В данном случае нужно говорить О последствиях наступления Тяжести вреда здоровью Вот Если все живы, слава богу Значит, уже убийство маловероятно Если Действия свидетельствовали Их о том, что они хотели Причинить все-таки смерть Умышленно действовали Нанося удары Орудиями, скажем так Ножами, топорами Или другими предметами Используемыми в качестве оружия И наносили свои действия Их носили такой характер Как Причинение ударов Жизненно важные органы Ну, насколько мне известно Там, в органы Ну, в голову В висок Наносились удары То есть, можно говорить О покушении на убийство Да, безусловно И, скорее всего Это так и будет А учитывая, что Это не одно лицо Потерпевшее Скорее всего Это будет уже Квалифицированное Покушение на убийство То есть, двух и более лиц Скажем так В данном случае Я уже сказал Верхний порог Это 10 лет Лишения свободы В других случаях Там тоже Если говорить Об отрубленных пальцах То Здесь Последствия Начинают Средней тяжести Вреда здоровью Если они Прижились Скажем так Жизненно важные органы Не повреждены То там может быть И средней тяжести Вред здоровью Это одна Квалификация преступления Если тяжкий вред здоровью Что Вероятно Так же Тяжкий вред здоровью То там тоже За 10 шага От санкции 111 Второй Статьи Уголовного кодекса Но тем не менее 10 это предел Я хотела бы Дополняйте Коллегу Хотелось бы Вспомнить о том Что у нас Уголовные ответственности Все таки 16 летнего возраста Лица подлежат Но в ряде случаев Это и лица Достигшие 14 летнего возраста Это у нас По тяжким Особо тяжким Но давайте Не забывать О случаях Когда лицо Достигло И 16 И 14 Летнего возраста Однако У него Могут иметься Какие-то Отставания В психическом Развитии Когда на момент Совершения преступления Он Не в полной мере Мог осознавать Характер И общественную Опасность Своих действий В таких случаях К уголовной ответственности Указанные лица Привлечены Быть не могут То есть Здесь еще Вопрос экспертизы Вопрос Ну наверное Там Теорической какой-то Экспертизы То есть Некоторые дети На сегодняшний день Несмотря на то Что они Может быть И 18-летнего возраста Достигли Однако Насколько Развита у них Психика Насколько они Понимают То что они делают А там как раз И сообщалось О том Что вот этот Выпускник 9 класса У него что-то Там проблемы Как раз Вот Соответственно Как бы Это еще не факт Что уголовное дело Там Дойдет до суда И закончится Приговором Иные какие-то Меры Может речь идти Вообще О освобождении От какой-либо Ответственности Ну то есть Если я не понимаю Что я делаю Значит за что Меня наказывают Тогда ведь Наверное какие-то Другие меры Типа Медицинские Ну да Меры медицинского Характера Какие-то Могут Применены Поэтому сейчас Говорить о том Чем там Следствие Закончится Это я считаю Преждевременно А то что Преждевременно Просто речь идет Вообще Какой-то Об ответственности Которую могут Вот смотрите По делам Там небольшой Средней тяжести Как правило От уголовной Ответственности Несовершеннолетних Освобождают То есть суд Даже заинтересован В том Чтобы поместить Таких Несовершеннолетних В какие-то Может быть Закрытые Учреждения Спецшколы То есть Как бы Не лишая их Свободы Если Дела Там все равно Ограничение Свободы Это есть Спецшкола Ну определенный Режим Да Есть Как бы Но это Все-таки Не воспитательная Колония Если мы говорим О том Что дело Дошло до суда И состоялся Приговор И нет оснований Для освобождения От уголовной Ответственности То это будет Да Воспитательная Колония То есть Несовершеннолетние У нас отдельно От взрослых Содержатся Ну и там Особенностей Масса На самом деле А то что Это произошло Именно в школе Во время Образовательного Процесса То есть Не на улице Где-то Не в подворотне Не в любом Другом учреждении Это как Трактуется Законом Это по сути Никой роли Для назначения Наказания Не имеет На мой взгляд То есть Готовясь к этой передаче Я просмотрела Ряд требований К нашим Современным Учебным учреждениям В прошлом году По искам прокуратуры Очень много было Дел гражданских Рассмотрено Когда обязывали Учебные учреждения Оборудовать Системой Видеонаблюдения То есть Это не везде Это как Противодействие терроризму Да У нас там Законы приняты То есть Вот на сегодняшний день Какие меры охраны Школьников И школы И учителей Существуют То есть Школа должна иметь Ограждение по периметру В школе должен находиться Вахтер Так скажем Это не какой-то даже Охранник частного агентства То есть Это не полицейский Не сотрудник внутренних дел Ни веномственная охрана Какая-то Это вот Обычный человек Который сидит на входе И просто смотрит Как дети проходят школу Да еще чаще всего Пенсионер И система видеонаблюдения И какая-то тревожная кнопка Для связи Там с правоохранительными органами Вот это тоже обязанность Все Иных обязанностей По закону Учебного учреждения Как-то оборудовать Что-то там сделать Их просто нет То есть Как бы вот сотрудники Школ где-то происходят Они Если у них все эти Вот выполненные вещи Да То они как бы Ни в чем не виноваты Получаются Формально Ничего не нарушают Ничего не нарушают Мы все сделали Вот так получилось Мы говорим о вещах Физической защиты Какой-то определенной Наверное В большей степени Здесь нужно обратить внимание На воспитание Непосредственно Органов образования Лиц Которые совершили В итоге Преступления Да А также Работе психолога В этой школе В которой учился Преступник Так будем говорить Ну Подозреваемый Скажем так Да Лицо Которое Подозревается В совершении Указанных действий Надо изнутри Вот на этот процесс Смотреть Что у него в голове Творилось А не как он туда попал Что он с собой пронес Как он совершил Эти действия Нужно самое главное Отвечать на вопрос Почему он это совершил Что вас подвигло А потом уже Когда вот это вот Выяснится вопрос На причины Способствующие Совершению преступления Она будет как Отчасти способствующей Если он достаточно Свободно пронес В школу Какие-то запрещенные Предметы Использованные Впоследствии Как оружие Сейчас у нас Небольшая пауза Будет Делаем Продолжение И очень скоро Вернемся В школах Чурин Депутат Депутат Зак собрания Кировской области И главный По образованию В Кировской области На протяжении Более чем Триста лет Анатолий Михайлович Хочется сейчас Спросить Анатолий Михайлович Многие специалисты После этих трагедий Заговорили о том Что вот система Разрушена Система воспитания Личности Контроля за личностью И собственно Вот пожинаем Эти самые плоды А то что сейчас Государство у нас Закручивает гайки В очередной раз Проверки провести Ужесточить Меры какие-то Рамки поставить И так далее Комментарии Я помню Были у нас на сайте Что мы в зону Что ли превращаем В тюрьму Школу превращаем Как вы оцениваете Наш профессиональный взгляд Поскольку на протяжении Последних лет Количество случаев Криминальных Увеличивается То можно сегодня Уже говорить о том Что образовательная политика Российская федерация Она терпит фиаско Причем воспитательная В большей степени Политика Она терпит фиаско Я считаю Что есть несколько Таких глобальных причин Которые влияют На всю эту ситуацию Первая причина Это заключается в том Что мы разрушили Само воспитание Саму систему воспитания Такие просто исключили Посмотрите Что происходило В начале 90-х годов Как только Прошел переворот В 91-м году Ельцин сразу запретил Все общественные организации В том числе Наши детские организации Пиренерскую организацию Комсомольскую организацию Октябрянскую в том числе Ну все это закрыли Значит отказались От понятия У нас же было Коллективное воспитание Воспитание через коллектив Перешли на индивидуализацию Индивидуальное воспитание Сегодня индивид Это для нас основной ориентир А то что коллектив Это никакой силы не играет Хотя именно коллективное воспитание Помните Все эти произведения Макаренко Сухомлинского Кто воспитывал Коллектив через коллектив Отказались от трудового воспитания Может теперь вообще никак Нельзя ребенка заставить Даже тряпку поднять Так сказать И с доски что-то стереть Без договора Без договора Без согласия родителей Масса всяких причин То есть Вот эта вся система Она рухнула И ее сегодня нет Это первый посыл Второй посыл Я считаю Что произошло со школой Образование вообще превратилось в услугу Это услуга Это не социальное благо А это просто Знаете Пришел Получил И ушел И вроде ничем не обязан Соответственно Изменилось отношение к учителю Сегодня учитель За грани нищеты Это же вообще Крав всему Какое уважение к учителю Которого Ну ты видишь каждый день Он Так сказать Ты идешь в золотых сережках А у тебя У учителя ничего этого нет Ну в общем-то Так сказать Ситуация такая вот Меняется И более того Страшно Что сегодня И учителей-то не стало Ведь посмотрите У нас вот в области Ликвидировали Столетний Имеющий опыт Подготовки учителей В ВУЗ В ВУЗ Да Ликвидировали Сегодня учителей не готовят Вот здесь правильно говорят Как может учитель работать Без сознания психологии Без знания физиологии Без методики преподавания И там ряд целых Не преподается Люди приходят в школу Не зная простейших вещей Поэтому все это Резко Снижает И Так сказать Взаимодействие Учителей С детьми И так далее Ну а Третий Это то что Наверное Сегодня Да Вот И зарплата учителей Я уже сказал Что сегодня Она резко падает Молодежь в школу не идет И это тоже напрягает Очень серьезно Молодые специалисты Молодых специалистов нет И поэтому Вот это самое тяжелое Когда старшее поколение Начинает уходить А молодежи нет И традиции нарушаются В этой ситуации Вот поэтому Опасность в этом Как раз придет Может быть Молодежь Которая не будет Не подхватит То что было В свое время И вот это все Вместе взято Оно как бы Сегодня очень серьезно Влияет И потом Вот мы сегодня Постоянно слышим Что надо воспитывать Молодое поколение В духе патриотизма И так далее Но как воспитывать Молодое поколение В духе патриотизма Если в стране Совершенно каждый Ну не скажу Что каждый день Но постоянно Преподаются примеры Того Как не надо делать Ну вот возьмите Последнюю Олимпиаду Мы все знаем Что страну Оболгали Так сказать Ее унизили Лишили флага На Олимпиаде Тем не менее Принимаются решения Всем спортсменам ехать Ну так мы никогда Не воспитываем уважение К собственной стране Ведь любят Потому что уважают А когда не уважают Извините Кто любить будет За что Тем более Нас постоянно Нас вами всех обманывают Посмотрите Травят Алкоголем Продукты Некачественные Прочие Прочие вещи Это каждый день Нам внушает с экранов телевидения Которые кстати Тоже являются Одним из Так сказать Предпосылок Того чтобы воспитать Потенциальных Вот этих преступников Я вот сейчас Намного времени Свободного Я иногда Включаю Этот телевизор И начинаю Не делайте это Каналы Каналы листать Вот сегодня Пошел Это ведь На всех каналах Идут фильмы Где герои Это кто Это преступники По сути дела Их героизируют Они сегодня Ворочают Огромными капиталами Сегодня Я уважаю милицию Всегда уважал Потому что воспитан Но кого сегодня Показывают Сегодня Показывают Одних предателей В милиции Одних Извините Предателей Которые сдают Собственных Так сказать Коллег Это все Это все Мотается на Корочку Вот этого Молодого человека Он все это Прекрасно Усваивает Поэтому Чего мы ждем Если мы Это Так же будем Продолжать И как Голодец заявила Что мы сейчас Дадим команду Рамки поставить Но я представляю себе Тысяча Полторы тысячи В школе учеников Все к одной рамке Выстроятся Это когда они туда Пройдут Через эту рамку Это же ведь Они пока стоят Пока у рамки Тут им Лекции читают Тут они Преступление совершат Еще Это же полная Так сказать Несуразица Потом Ну во вторых Извините Просто перевью Не надо забывать Что школьники Народ вообще Сообразительный Ну хорошо Поставили рамку У каждого окна Рамку не поставишь Просто сейчас Прекрасно вижу Там Школа Первый этаж Окно Туалет Оно никогда Не зафиксировано Потому что там Надо периодически Проветривать Я смотрю Это открывается Там что-то Я не знаю что это Там у них свои Детские дела Но доступ Кому что нужно Он все туда пронесет Чем больше запретов Тем больше Желание их нарушить Это же дети Вспомните Кто читал Может быть Педагогическую поемлю Макаренко Он же там наоборот Он на доверии Воспитывал Уважение И так далее И все эти Криминальные вещи Снимал Запреты уходили Мы сейчас все Больше запретов Сегодня высказали Я тут слушал передачу В Кировской Какой 11 школе Директор говорит У нас ни один родитель Теперь в школу не придет Только согласие Лично Позвонив директору Директор разрешит Прийти или не прийти Ну а если Не будет контакта С родителями Это что будет Это же будет Еще хуже того Поэтому Понимаете Надо менять Не рамки ставить Надо менять Сам посыл Воспитательной работе По моему как раз Наоборот Рамки надо убирать Да Надо все Сделать так Чтобы школьник Чувствовал себя в школе И комфортно Мы же учились У нас никаких рамок не было Да и заборов не было Ну забору там ладно Стояли как-то Ну да Ну они такие же Ну Но тем не менее Мы ходили свободно в школу Приходили друзья в школу Сейчас ведь никого нет А если возникали претензии Там друг другу Ну пожалуйста Выйди там Где-то за школой Господи Вы что за школой Поговорили Ну да Поговорили Ну что что Без топоров По крайней мере Это проблема гораздо глубже И то что Конечно Правосудие оценит Действия каждого Вот этого Правонарушителя Или преступника Будет дана оценка Но сама тенденция Она наталкивает На мысли о том Что нужно кардинально Менять Саму так сказать Подходы К воспитательной работе В школе Научиться любить И уважать страну Легко А вот ты попробуй Научиться Ближних своих Да Тем более Все таки Научиться любить В 16 Все равно это дети И то есть Они ведь это то Что в них вложили То что в них вложила школа То что вложили родители Вот тоже вот в этой всей истории А родители Где они Вот интересно Ну да Тоже хотелось бы подчеркнуть Что в первую очередь Воспитывает ребенка семья Уж тогда Если мы говорим о том Что у нас нет государственной системы Там образования Она там В образовании есть Воспитание нет Воспитание случилось Переживает какой-то кризис То тогда давайте вспомним о семье То есть кто учит ребенка тому Что хорошо что плохо Мы ведь не рождаемся Сознанием всех этих вещей То есть все из нас Наверное в детстве Совершали правонарушения Ну пусть какие-то мелкие Давайте каждый себя вспомнит Бывало по-разному И мне кажется Нет человека идеального Который бы там Вот всю жизнь отличником был Там И ни в кого там И камень там в окно не бросил Не знаю Мячик не бросил Там не обругал кого-то Ну такого не бывает И нас воспитывает в том числе и семья И поэтому вот И мне кажется Кризис семьи у нас тоже в России Вот на сегодняшний момент Имеет место Принято ведь В чем кризис Проговорите Кризис в том Что у нас большое количество Разводов Халатное отношение Родителей К своим К своим детям То есть алименты Не платит Не содержит Там мама на двух На трех работах Убивается Она бы может что-то И могла бы вложить в ребенка Хотя в мальчика Мать наверное В меньшей степени Может что-то вложить Там кроме любви Наверное все-таки Отец должен воспитывать Если нет примера Нет отца Нет допустим Там не знаю Деда какого-то Авторитетного То как мальчик Мужчина это вырастет Как он сможет Нести ответственность За свои поступки Ну потому что Я думаю что все согласятся Что основная Это масса Преступлений Все-таки совершается Мальчиками Или нет В данном случае Мы говорим о ситуациях Когда в общем-то Мальчишки Основные это были То есть где семья Если все в семье заняты Зарабатыванием денег Там просмотров Телевизоров Сидят в своих гаджетах То когда Как разговаривать С ребенком Мы теряем контакт С детьми со своими Если мы с ними В свободное время Не проводим Никак их досуг Не организуем То ребенок Сам себе предоставлен С другой стороны Тоже Анатолий Михайлович Говорит А школа Говорит Родители в школу Не зайдут И то есть Контакт между учителем Который там Больше видит Вашего ребенка Уже теряется Вообще теряется Мне кажется Вот эта связь Между педагогами Которые в школе Воспитывают И учителя И родителями То есть Получается так Что мы вообще Не знаем Кто что делает Я вот хочется добавить Еще насчет семьи Вот здесь Ситуация на самом деле Очень сложная Особенно молодой семьи Вот понимаете Что произошло сегодня Молодую семью Поставили на паперть Она Чтобы получить жилье Хоть какое-то Так сказать Должна взять кредит Взять ипотеку Это кабала Это огромные проценты Которые в стране Это фактически Так сказать Теперь Если страшно в семье Если больной ребенок Посмотрите Что происходит Телевидение Я не знаю Молодые дети Стоят себе на паперть С протянутой рукой Дайте на милости Для того чтобы Подпадайте Как говорится Для того чтобы Вылечить ребенка Причем колоссальные цены Загибают Вот здесь В последний случай Восемь миллионов Просят на операцию девочки Восемь миллионов Это что за операция такая Я не знаю Вообще Это кошмарный случай И кто Откуда возьмет Семья Такие деньги Сразу вот Молодая семья Поэтому Вот если это все Нам говорят Что у нас сегодня Демография страдает И так далее Но какая же будет Демография Если у молодой семьи Нет уверенности Заведи ребенка И не знаешь Как его Поднять на ноги Все страшно дорого Платится Стоит Две тысячи рублей На малютку В год Ну где семья Сегодня молодая Может приобрести Такие дорогие вещи Поэтому Надо начинать То ведь Собственно Государство Это не только Карательный орган Это и организующий орган Он должен организовать Прежде всего И заводиться о детях И стариках Вот главная Сегодня задача Государство собирается Оставаться государством Государством Поэтому сегодня Надо государству Прежде всего думать Не о том Как бы так сказать Перекачивать деньги И за рубеж А думать о том Как бы здесь Создать лучшие условия Вот последние инициативы Президента Дать Так сказать Помочь Молодым семьям Но оказывается По всей стране Там набирается Около 400 тысяч семей По всей стране Это какая Так сказать Какой вклад В социальное благо Для этих людей Это ж насмешка Просто Поэтому Говорить о том Что сегодня Мы можем Вот Помочь Или государство Может помочь Оно может Деньги сегодня Наверняка есть Государство Но почему-то Не хотят Вот вопрос Так мы еще Не успели Поговорить о работе Психологической Мы начинали В перерыве Уже к этому Перейдем После рекламной паузы Возвращаемся В эфир Николай Голиков Владимир Сметанин Давайте еще раз Напомним Кто у нас в гостях У нас в гостях Сегодня очень представитель Индигации Начну на этот раз Я наоборот С Анатолием Михайлович Улина Как депутата ЗАГСобрания И руководителя Нашего областного Образования В течение Очень долгих лет У нас в гостях Антон Чернов Заместитель руководителя Отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области И Наталья Костина Руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев И партнеры Адвокат Совершенно Мы как бы закончили Нашу предыдущую часть Вспомнили такое слово Как психология То есть все равно же Вот эти ребята Которые совершили Все эти вещи У нас вроде бы В каждой школе Есть психолог Сейчас нет Я ошибаюсь Нет В начале В конце Восьмидесятых В начале девяностых Годов Мы практически добились Того Что в каждой крупной школе Была психологическая служба Не просто Даже психолог Были несколько Даже по нескольким Психологам Была большая школа Но вот эти девяностые годы Да и начало двухтысячных Годов Привели к тому Что фактически В результате Вот этой бесконечной Оптимизации Расходов на образование По сути дела Ставки психологов Были Закращены Обраны сокращены И поэтому Сегодня редко Где можно В какой школе Встретить психолога Да и Вот прямо отдельного Да Отдельного психолога Который там Не предметник Который бы занимался Чисто психологическими проблемами Данной школы Просто я помню Я учился например В девяностые Там у нас Одна из учителей Просто получала Эту специальность Психолог По совместительству Работала Да По совместительству И преподавала Психологов У нас были специально Организованы курсы С московским вузом Мы готовили здесь Из учителей психологов Потому что Чистых таких Факультетов Чистого не было И поэтому мы готовили Причем очень много Готовили таких людей Но по крайней мере Люди тогда Как-то стали появляться А сегодня И этих-то людей Чтобы даже Вдруг сегодня решили Вот давайте в каждую школу Ведем психолога Нет такого количества Специалистов Которые можно было бы Сегодня завести в школу Поэтому Это тоже одна из проблем И уровень существующих Специалистов Он тоже сегодня хромает И поэтому Правильно здесь уже было сказано Что психолог Не только тот человек Который знает Саму науку психологии Это было сказано Не в эфире Поэтому повторим Антон Террик Антон Васильевич Он должен Действительно понимать Ребенка Он знать его должен И уметь его Разговорить так Или так сказать Понять его Суть природы Этого ребенка Чтобы потом Делать для себя Определенные выводы Поэтому большая работа Очень И психологов На мой взгляд Надо действительно Очень ценить И они на самом деле И играют большую роль Но к сожалению Вот На сегодня такая Наталья А как бы могли тут Психологи На ваш взгляд Отработать Эти вещи Затрудняюсь Сказать Потому что Тех психологов Которых я знаю С чем я сталкивалась В школе Не могут найти Контакт с детьми Зачастую Эти психологи Дети закрываются От них Формализованы Очень все эти Процедуры Тестирования То есть Выделяется Какое-то время Тесты собрали Результаты До родителей Как-то очень коротко Довели Что в итоге Во что эта работа Выливается Ну мне непонятно Сейчас вот уже Никакой психолог Вроде бы Работы не ведет Вот в отношении Тех детей О чем я могу сказать Тем Кто помогает Если тебе не помогают А себя спрашивают Некую информацию Потом эта информация Вдруг работает Против ребенка Ну как же так Ребенок Никогда не пойдет Мне кажется Роль психологов Выполняют Классные руководители Если он хороший Действительно Педагог Заинтересованный То он знает Прекрасно Что происходит В его классе И может родителям Какие-то акценты Расставить Ну по крайней мере Я полагаю так Что если психолог Настоящий Как мы сегодня говорили То есть человек Которому дано Вот он изучает Детей Но он их тестирует Беседует с ними То такого рода вещи Что у ребенка Есть вот эта агрессия Которая может дать выход Он может предвидеть Вполне Настоящему психологу Не нужно никаких тестов Проводить Антон Васильевич Он не так Без того видит Я сам Педагогическое образование Кроме прочего Получил В пропавшем Университете Ну ладно Не будем Не только вы Я тоже И настоящий психолог Он вот Говорите Мог предотвратить Вот эти Мог предвидеть Конечно Он мог предвидеть Во-первых Ему что важно Ведь все эти происшествия Насколько я понимаю Были совершены Все преступления Были совершены В результате наличия Внутри Ребенка Какой-то Озлобленности Негатива В отношении своих Ну скажем Одноклассников Либо учащихся В этой же школе То есть был внутренний Червячок Который точил Конечно Это можно выявить Психологу И нужно И он обязан был Это выявить Если бы он там был Кроме того Психолог должен изучать Микроклимат В своем классе И в школе в целом И не нужны для этого Никакие тесты Достаточно Выходить на перемене Смотреть И присутствовать На некоторых уроках Это вот Вполне достаточно Но это Вы понимаете В наших условиях Когда нет психолога Кто этим будет заниматься У классного руководителя У него вот Выше крыши Как говорится Проблемы Дело вот в чем Понимаете Сегодня что произошло Сегодня учителя По сути дела Ведут полторы-две ставки То есть нагрузка Их учебная Очень велика Для того чтобы жить Выживать Да Для того чтобы выживать Поэтому сегодня Работать с классом Как классный руководитель Фактически Времени не остается Да и получает он За классное руководство Тысячу рублей Представьте себе Что такое тысяча рублей А ведь с ребенком Надо работать С ним Со всем классом Надо работать Надо понимать Как Так сказать Какие потребности У этих детей И так далее То есть огромная работа И этого нет Вот в свое время В Кировской области Была очень хорошая практика Тогда всех инспекторов Как называется ИДН Да Они были закреплены За каждой образовательной школой Школой Крупной школой И вот этот союз ИДН Союз классных руководителей Инспектор по делам Совершеннолетних Совершеннолетних Да Этот союз Он дал в свое время Очень хорошие результаты Очень причем хорошие Потому что коллектив понял У него есть Они Ну ведь не юристы же мы Да Мы же учителя По сути дела И когда приходит тебе специалист И он знает Какие Так сказать Правовые нормы Могут наступать В том или ином случае И может поговорить С детьми А как правило Инспекторы ИДН Они хорошие психологи Очень Они прекрасно понимают Так сказать Вот все эти Такие Стороны детей Поэтому вот этот был Но сократили Всех инспекторов ИДН Но сократили В каком отношении Их количество упало Теперь сегодня нет Вот такого Института закрепленных Инспекторов ИДН За образовательными школами В области А это я считаю Что это гигантский Так сказать Нанесло ущерб По большому смыслу Так что тут Много причин Очень много причин Которые сегодня влияют И говорить Вот только Об одной причине Наверное Это было бы неправильно Надо рассматривать Весь комплекс И вырабатывать Те меры Которые бы позволили Постепенно Вот эти Так сказать Убирать препятствия На воспитательной стороне Работы школы Здесь опять Речь о том Что нарушена связь Была связь между Органами правоохранителями И школой Была связь между Родителями И учителями Вот сейчас Эти связи нарушаются Что-то у ребенка происходит И в итоге Очень много людей Каждый не знает Что это такое Система взаимоотношений Нынешних родителей И школы Родителей детского седика По большому счету Сводится только к тому Что сдайте деньги Да Каждое родительское собрание Сразу для любого родителя Такое Главный момент возникает Как система сейчас Все-таки Может отреагировать На это адекватно Наталья Есть какие-то соображения У вас Какая система Я имею ввиду Государство Ну В принципе Система Система Государственная Она построена Да У нас куча органов Учреждений Организаций Кто детьми И воспитанием занимается И в том числе Профилактикой Преступлений Среди несовершеннолетних Мне кажется Что вот Какую-то просветительскую Работу Может быть Надо проводить Все-таки И с родителями И с детьми Не все дети знают Какая уголовная ответственность За что установлена То есть Разъяснять им лишний раз Достигли возраста 14 лет Можно раньше начинать Чтобы в 14 лет Они уже четко знали Какую ответственность За что они понесут Многие дети Ведь не представляют Что такое Уголовная Исполнительная система Что такое Содержание в центрах Для несовершеннолетних То есть Они не понимают Что может с ними произойти Может быть Какую-то Такую работу Проводить С детьми А кто это проводит Такую работу Не знаю К сожалению А вот я слышал Просто говорят Мы же несовершеннолетние Нам ничего не будет Да Вот чтобы они этими иллюзиями Говорил даже Что-то мальчик какой-то Что-то в магазине Там спер Удачно спер Его не поймали Но он просто своим Говорит Да я спер А мне что будет Да и поймают Что мне будет В любом случае Говорит поставить На учет За ним будут следить Ему-то лично Какая разница Ну ставьте Родителям больше Неприятности Разъяснять Что в жизни Потом последствия наступят То есть Стоял на учете Потом захочешь работать В правоохранительных органах Тебе обязательно Вспомнят все твои случаи Вот То что произошло С тобой по малолетке И хорошую работу Ты уже не найдешь То есть Все ведь мальчики Хотят наверное Там в правоохранительных органах Работать Где-то еще там ФСБ Допустим Ну такая мечта У многих есть И соответственно Показать им Что некоторые пути в жизни Некоторые двери Закроются для вас Уже навсегда А это на каком этапе можно И в какой форме Это можно Преподносить Ну вот уже в принципе Когда идет профориентация Мне кажется Со средних классов Мне кажется Что это мы все уже проходили У нас были списки Мы занимали детей Трудных В кружках И секциях Теперь это стало Практически невозможно Потому что Все это так сказать Стало гораздо сложнее Но дело в том Что Но ведь Мы из истории Знаем примеры Когда преступников Преступников делали Нормальными людьми Из детей преступников Воспитывали Из безпризорных Воспитывали Почему не вернуться К этой практике Почему не взять все лучшее С учетом того Что уже на дворе Не 20-й век А 21-й век Почему нельзя Все это использовать Это надо Просто желание Стремление Не надо сегодня У образования Обрезать последние Так сказать Средства Потому что без средств Ничего не сделаешь Надо стараться Вернуть сюда Как можно больше Талантливых людей В качестве учителей И так далее И тогда Постепенно Все это можно вернуть И наладить А если мы будем Только еще раз Вот эти Драконовские меры То ничего хорошего Не произойдет Абсолютно ничего не произойдет То есть рамками дела Не исправить Нет Ничего не исправишь Это абсолютно Это только Ну какой там эффект Я не знаю Может на каких-то там Даст Момент Этапах А так ничего Потому что В большей степени Процесс Криминализации Молодежи Он продолжает Нарастать Это же мы видим Сечу Это и в обществе Нарастает Мы же тоже это видим Хотя тут Я слушал Скворцова Она удивительную цифру Назвала Оказывается у нас За прошлый год На 80% сократилось Потребление алкоголя Да ладно Легального Алкоголя А легального Да Легального Я не знаю Какого она Она говорит Алкоголя Дальше она назвала Еще удивительную цифру 20% молодежи Отказалось от курения Ну это идеально Это же хорошо Давайте мы тогда Будем так сказать Инициативу поддерживать И дай бог Может быть мы вообще Не пьющим обществом будем Ну все Ответы на уровень преступности Тогда в обществе Тоже должен снижаться Ну хотя в данном случае Когда мы говорим Вот об этом случае Здесь как бы Не алкоголь Он совершенно Давайте чтобы не было Такого пессимизма Да в нашем разговоре Я несколько слов скажу Буквально за эту минуту Скажу что не все так плохо Во первых Во вторых Вот вы говорим Все повально Преступление Вокруг страшно выйти на улицу И тогда Это не так на самом деле Не думайте Преступность снижается С каждым годом Я вам точно говорю Потому что я владею Данными статистики Уж если мы говорим Про конкретно Преступников Так будем говорить Да условно Преступников Несовершеннолетних То их количество Тоже снижается Не переживайте Вот если сравнивать В 2016 году У нас Нами расследовалось 116 уголовных дел За 2017 год 106 Я могу и про органы Внутренних дел сказать Там еще цифра Более наглядная 551 преступление В 2017 году В 2016 622 Это минус 11% Я вам скажу По всем преступлениям Примерно такая тенденция есть Вот один вопрос Тестовый Буквально краткий Секундный Вы думаете У нас убийств Больше стало вообще Или меньше По сравнению С прошлыми временами Меньше Я просто цифры знаю Меньше Да Вот вы цифры знаете Я обязан заниматься Вот профилактикой Скажем так Преступности Это семья Самое главное Это семья Если воспитали ребенка Что нельзя Драться Нельзя чужое брать Нельзя Оскорблять Ну плохие слова Говорить Ругаться И так далее Он этого не будет делать Не будет делать Потому что большую часть жизни Он проводит в семье Все таки Спасибо Если правильно Правильно научить Правильно воспитать Просто эти Говоришь что нельзя брать Нельзя бить Нельзя говорить Спасибо Спасибо товарищ подполковник Успокоили немножко Спасибо Теперь позвольте пару слов Без протокола Чему нас учит так сказать Семья и школа Если вспоминать Владимира Змяновича Высоцкого Антон Чернов Заместитель руководителя Отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области Наталья Костин Руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии Адвокатов Яковлев И партнеры адвокаты Анатолий Чурин Депутат областного Заксобрания Руководитель областной Системы образования На протяжении почти Что трех десятков лет На этом наше время Истекает К сожалению Я говорил Что мы даже все сказать Не успеем Да Это кажется Что много времени Спасибо Мы не прощаемся С Николаем Вернемся через 20 минут